Мария Даниловна Гамильтон, камер Фрейлина Екатерины I, любовница Петра I. Дата ее рождения неизвестна. Мария Гамильтон появилась перед дворем в 1713 году и, используя свою красоту, стала вести легкомысленный образ жизни, обратив на себя внимание царя. Ни о какой романтической привязанности, в отличие от Анны Монс, не упоминается. Скорее всего, это была лишь физическая связь, несмотря на сентиментальный флёр, раздутый поздней билетристикой. Когда император стал охладевать к Марии, она соблазнила царского денщика Ивана Михайловича Орлова. В январе 1716 года в свете царя они отправились в заграничное путешествие. Орлов, которого девушка серьезно влюбилась, также остыл к ней. Любовники постоянно ссорились. Орлов бил ее, вдобавок изменялся в доте Чернышовой, еще одной фавориткой императора Петра. Стремясь его вернуть, Мария одаривала его ценными подарками, в том числе и теми, что могла украсть у императрицы. Затем Мария забеременела. По показаниям горничной, две предыдущие беременности ей удалось прервать. Она скрывала свой живот, и, родив младенца около 15 ноября 1717 года, тайно утопила его, о чем узнала лишь горничная, Катерина Якимовна Терповская. Сперва пришла Мария в свою палату, где она жила и притворила себя больною, и сперва легла на кровать, а потом вскоре велела мне запереть двери и стала к родинам мучиться. И вскоре встав с кровати, села на судно и, сидя, младенца опустила в судно. А я тогда стояла близ нее и услышала, что в судно стукнуло, и младенец скричал. Потом, встав и оборотясь к судну, Мария младенца в том же судне руками своими, засунув тому младенцу палец в рот, стала давить и приподняла младенца и придавила. Потом Мария позвала мужа своей горничной, конюха Василия Семенова, и приказала ему труп младенца выбросить. Разоблачение произошло в 1717 году. Популярная версия, озвученная писателями, гласит «Из кабинета государя пропали важные бумаги, Орлов написал донос на заговорщиков, отдал царю, тот положил бумагу в карман, а та провалилась за подкладку. Петр подумал, что Орлов, испугавшись, забрал донос, и принес его допрашивать. Орлов в страхе повалился Петру в ноги и сознался о любви к Гамильтону, наболтав, помимо всего прочего, что они вместе три года, и за это время Гамильтон родила мертвых младенцев, что вызвало подозрения Петра, так как в окрестностях дворца, по некоторым указаниям, при чистке дворцового нужника в выгребной яме или у фонтана, нашли труп младенца, завернутый в дворцовую салфетку. После этого началось расследование. Однако альтернативная версия гласит, что причина в самом деле была другая. Все началось с того, что желая скомпрометировать перед Орлом, а в дочь у Чернышева, которая ревновала, Мария как-то рассказала любовнику, что Чернышева, мол, говорила с каким-то дневщиком об Екатерине, что та ест воск и оттого у нее на лице угри. Затем она рассказала придворным дамам, что об этом с Чернышевой говорил сам Орлов. Вернувшись из командировки, Орлов с ужасом узнал, какие о нем ходят сплетни, и кинулся в ноги императрицы. Екатерина, до которой эти сплетни не дошли, была удивлена. Призвали гамилетон, которая сначала отнекивалась, что пустила слух. Потом, когда ее побили, призналась в распространении слуха. Фрейлину заключили в тюрьму. Петр в это время, пока был занят розыском, подел от цесаревича Алексея, этой домашней склокой с Фрейлиной не занимался. 12 марта в комнате Гамильтон в Преображенском в присутствии Петра и Екатерины устроили обыск, при котором обнаружили украденные алмазные и прочие вещи ее величества, например, одежду, которую она носила сама. Марию и Орлова перевезли из Москвы в Петербург и заключили Петропавловскую крепость. Они были в числе первых заключенных новопостроенной тюрьмы и при допросе были кнутом. В апреле было вызвано допрос горничной, от которой следствие и узнало об убитом младенце. Затем допросы приостановились до июня. Мария призналась в воровстве и убийстве, но против Орлова показания не дала, даже под пыткой утверждая, что он ничего не знал. Пять месяцев спустя, 27 ноября 1718 года, Петр подписал приговор. Служенка Фрейлины, как сообщница, приговорилась к наказанию кнутом и ссылке на год, в другом месте указанной на 10 лет, на предельный двор. За Фрейлину заступались обе царицы, Екатерина I Алексеевна и удостающая царица Просковья Федоровна. Но безрезультатно царь не смягчился и ставил в пример другого своего денщика, Василия Поспелова, без раздумий женившегося на забеременевшей Фрейлине. По некоторым указаниям, непреклонность Петра была связана с тем, что младенцы Камильтон с таким же успехом могли быть зачаты и им. Дополнительным натягчающим обстоятельством было то, что Камильтон убил, а не подбросил младенца, и этим пошел против политики Петра в отношении незаконно рожденных младенцев. В 1715 году и позднее он издал особые законы против их дискриминации и основал ряд приютов для таких детей, чтобы поддерживать нацию. На Руси подобное ранее не практиковалось. 14 марта следующего года Мария была обезглавлена на Троицкой площади. Описание казни есть у Шерера, который оказался в России через 40 лет. По его словам, Мария шла на плаху в белом платье, украшенном черными лентами. Когда топор сделал свое дело, царь возвратился, поднял упавшую в грязь окровавленную голову и спокойно начал читать лекцию по анатомии, называя присутствовавшимся затронутые топором органы и настаивая на рассечении позвоночника. Окончив, он прикоснулся губами к побледневшему стану, который некогда покрывал своими иными поцелуями, бросив голову Марии, перекрестился и удалился. Орлов, признанный невиновным, был освобожден еще 27 ноября предыдущего года, затем его пожаловали в поручики гвардии. Стоит отметить, что приговор был относительно мягким. Еще в царстве Алексея Михайловича за подобное преступление карали более жестко, хотя соборное уложение не конкретизирует способ казни. Существует легенда о голове Марии Гамильтон. В конце XVIII века княгиня Екатерина Дашкова, просматривая, я считаю, Российской академии наук, наткнулась на большой расход спирта. Выяснилось, что спирт использовался для смены раствора в больших стеклянных сосудах с двумя отрубленными человеческими головами, мужчиной и женщиной, около полувека хранившихся в подвале. При изучении архивов нашли, что две заспиртованные головы принадлежали Марии Гамильтон и Вильяму Монсу, брату Анны Монс, казненному Петром за то, что тот был в фаворе у Екатерины Первой. Голову осмотрела императрица Екатерина Вторая, после чего приказала их закопать в том же подвале. Однако существуют сомнения в реальности этих событий, так как Дашкова, оставившая подробные мемуары, сама об этом факте не упоминает. В статье 1860 года Фрейлина Гамильтон, историк Семьевский писал, что же касается головы мальчика, так долго состоявшей в подозрении, что она принадлежала девице, мы ее видели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова